Ты просто ходишь по магазину. Охранник. Воруешь, да? Тренер. Выпусти своего внутреннего зверя. Мой внутренний зверь. Завтра завар. Жрадила. Если девушка неземной красоты любит тебя до безумия, заботится о тебе, обнимает, целует, холит и лелеет, то скорее всего ты шпиц. Или кот. МРТ кошатника выглядит так. Кто пишет на снимке типичный двухсторонний хронический котит, проще говоря, котизм головного мозга. Услышал ночью странный шум на кухне? Просто положи в темноту сосиску и уходи. Живу по принципу жрать, надоело спать. В течение дня позиция запятой постоянно меняется. Доверяешь своей девушке? Как можно верить человеку, который под фоткой страшной подруги пишет красотка? Все в порядке, мы просто играем. Кот тоже играет, ему весело. Помогите. Каждый раз, когда возвращаюсь домой, знаю, что меня ждут. Так, стоп-то, это же... В один момент ты молодой, а потом начинаешь засыпать вот так. А, да не сплю я, не сплю. Но ты же храпел. Не храпел. Самая милая нежность. Сугроб нежности. Это самая лучшая маскировка. Кто пишет спасибо за новые обои? Ну да, можете заскринить и использовать на обои. Прикольная фотка. Как же я люблю таких соседей. Главное, они не храпят. Да, и даже мурчат. Какие интересные у него полосы. Он просто в душе тигр. Информативное видео. Котенок что-то мне говорит, но я его не понимаю. В Австралии встреча с черным котом является удачей. Потому что в Австралии кот самое безопасное, что там есть. Я бы стороной обходил кота, который смог выжить в Австралии. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова. И сегодня у нас новая подборочка угарных мемасиков с котиками. Поехали. Вашему вниманию каменная резная чаша с кошачьей головой и хвостом. На дне чаши короткие лапки. Конец 14-го начала 16-го века. Империя инков. Тау-Ан-Тин-Су-Йо. Потому что котиков любили во все времена. Проснулся среди ночи, полон силы и энергии. Потом снова уснул. Просыпаешься в нужное время с ощущением, что работал в шахте месяц без перерывов. И так каждый день. Как же приятно во взрослом возрасте что-то случайно расфигачить, спокойно собрать осколки и знать, что на тебя никто не собирается орать из-за такой ерунды. Кто бежит, ты не женат что ли? Вспомнила, как скидывала в чат растениеводов фото толстянки с точечными круглыми проколами на каждом листе и спрашивала, есть идеи, что это может быть за паразит? А мне говорят, вполне возможно, что этот паразит крупнее, чем вы думаете. У вас котик случайно дома не живет? У тебя ничего на меня нет, Наташа. Все улики косвенные. Кот был помечен. Кот запер хозяйку на балконе. Ага, я на все метро ржу. Очень смешно. Ну что я могу сказать, попроси кошку, что подкрыла, или жди, когда я приеду. Что изменилось? Морда стала раз в триста наглее. Колы много не бывает. Время летит очень быстро. Кто пишет, какой он классный. Когда в детстве остался у бабушки и теперь вынужден засыпать под звуки часового холодильника. Лучшие звуки, я считаю. Лучшая вечеринка. Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не пытайтесь меня приглашать. Это главная достопримечательность. Кто пишет, это сфинкс. Дорогая драгоценность. Наверняка дело было в Турции. Да, в Турции любят котиков. Девушку видно сразу. Кокетка и Скромник. Это был его неудачный тыгдык. Выздоравливай, скоро весна. Да я помню, у моего друга кошка, короче, скакала. Там тоже любила попрыгать. Все ништяк, она там с потолка прыгала. А один раз просто неудачно спрыгнула с кровати и тоже лапку сломала. Ну, бывает, что поделать. Выздоравливай, котик. Это настоящее искусство. Котворение Котама. Немного страшно от того, как они смотрят. Три стадии гнева. В жизни все пригодится. Как выкупать и высушить котенка за пять минут. Зачем я вообще это смотрю? Я же к экзаменам готовиться должен. У меня даже кота нет. Ну, не нужно будить кота. В витрину не стучать. Кота не будить. ПС-код настоящий. Чем занимается мой кот, когда я на работе? Опа, мышь, угощайтесь. Что-то вы сегодня добрый, мистер кот. Это я для картинки. Я пытаюсь за ночь продумать успешный бизнес-план, чтобы завтра не идти на работу. Где-то на авито. Кошка. Шесть тысяч рублей. Канадский сфинкс. Кошечке год. Молодая, красивая, умная, ласковая. Дружит с другими животными. Лоток на пять. Продаем из-за болезни хозяйки. Торг. Ну, ласковая это хорошо. Да, она сожрет мою душу. Ласковая, говорите. У подруги кошка как-то получила травму. Пока ее лечили, с ней все носились. И гладить, и кусочки вкусные, и подушечки мягкие. Выздоровела. Вдруг через какое-то время снова слегла. Подруга напугалась до истерики. Побежала с кошкой к ветеринару. Тот осматривает, выходит к ней и говорит. Ей ничем помочь нельзя. Хозяйка на грани обморока, заикаясь, спрашивает, что с ней? Ветеринар. Она притворяется. В смысле не болею? В смысле воспаления хитрости? Извините, а куда жать, чтоб все было хорошо? Никто. Я каждый раз, когда сажусь, что-либо делать. Где мой чай? Просто невозможно представить, сколько всего удивительного и захватывающего позволят нам сделать компьютеры через 30 лет. А ведь действительно очень круто. Котенку подарили заколку за 27 рублей. Она недовольна. Я хотела колье из Пойзендроп, заявила пострадавшая. Женщина, не нужно скандалить. Вас много, а я одна. Я делаю все, что в моих силах. Только посплю немножко. Наука. Вода не имеет вкуса. Коты. Эта вода вкуснее, чем у меня в миске. Колбаса полукопченая. Сервелат Барселона. Смотрите, и правда полукопченая. Вон, спинка подкоптилась, а живот еще сырой. Переворачивайся, котик. Это я, когда осознал, что мой возраст становится все серьезнее, а моя жизнь нет. Ихний. Это металл, который при добавлении в кофе вызывает кровь из глазей. Только его надо в кофе не класть, а ложить. Чашку кофею из кровавых глаз себе налью. И по-настоящему спою ихнюю песню. Я раньше. Да выключите уже эти старперские песни. О, это про предыдущий мем. Я сейчас. Широка река, глубока река, не доплыть тебе, с того бережка. Анатомия бутерброда. Ммм, вкусно, ммм, вкусно, ммм, вкусно, ммм, вкусно. Блин, бутерброд закончился. Это я радостно иду покупать все свои любимые вкусняхи в магазине, сразу после того, как мне на карту капнуло денежка. Это я сел за задачу в последний день, у меня был месяц, и возмущаюсь, что мне дали мало времени. Куда летишь ты время? Я всё начинаю с этой недели усерднее работать и полностью менять свою жизнь. Я через 10 минут на своей работе. Я всё. Каждый день на работе. Сижу и стараюсь не привлекать внимание, а то наорут. Кошки, живущие вместе. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Хотя знаешь что? Хды! Я использую бесплатную версию программы. Разработчик через каждые 30 секунд. Алё, ну чё там с деньгами? В объявлении снизилась цена. Вскляните, оно похоже на те, что вы искали. Плюшевые весловушки. Да, конечно, я слежу за акциями. На днях упали плюшевые весловушки. Пора брать. Кот идёт драть спинку дивана, за который я отдал половину зарплаты. Я. У меня дела дома. Я как только прихожу домой. Купил для своей дочки удобное геймерское кресло. Можете меня поздравить. Оказывается, я воспитываю кота. Коротко о моём таланте. Создавать себе проблемы из ничего. Что ж. Как правильно кушать арбуз? А вот так. Раз, раз и всё. Раз, раз и всё. Я. Как только приду домой, займусь уборкой и другими важными делами. Так же я дома. Передозировка ленью. Котик один. Котик два. А это кто? А это заяц. Преступление. Обвиняемый. Я бы попросил не обвиняемый, а подозреваемый. Вы ещё ничего не доказали. Дома холодно, поэтому носит такой вот свитерочек. Не надо булочку петь. Вот он я, готовый. Мемы с котиками. Моя последняя нервная клетка. Наташ, ты шапку-то надень. О себе не думаешь, о нас подумай. Простудишься, заболеешь, умрёшь. А кто нас кормить будет? Шапку надень, Наташ. Семьсот тридцать грамм ягуарости. Лежит, орёт. Сегодня на ужин гречка. С чем? С чем тебя и поздравляю. Кофе для самого милого посетителя. Ничего, ничего. Когда-нибудь мы закончим учёбу, решим все проблемы и станем миллионерами. Если ищете того, кто не выспался, то я тут. Почему я должен так долго ждать свой ужин? Зачем я послушал Егора, что через дворы будет быстрее? Здравствуйте, а что вы делаете в моём телефоне? Мам, клади ещё пельмени. Извините, утром я в состоянии только прочитать эшемесочки. Отвечу позже. Смотрю вдаль и ничего не вижу. Просто у меня зрение минус три. Кракозябра проснулась и хочет есть. Мне тревожно. Мне тоже, поэтому можешь не так сильно тревожиться. Это полтора литра. А это сколько? По-моему, это вообще не фанта. Я устал от того, что все вокруг такие продуктивные, а я как фрикаделька в супе. Блин, да как заснуть. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Чекайте все ссылочки в описании, а впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok